Три стратегии продвижения бизнеса через YouTube или как увеличить продажи. Привет, с вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. В этом ролике мы с вами поговорим про три основные стратегии, которые я выделяю при продвижении бизнеса через YouTube, которые помогают увеличить продажи. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и уже сейчас можете забрать пошаговый план продвижения вашего бизнеса в правом верхнем углу или в описании к этому видео. Ну а мы продолжим. Итак, какие же я выделяю три стратегии, когда мы работаем по продвижению бизнеса на YouTube? Первое – это таргетированная видеореклама. Для этого вам в принципе не нужен канал на YouTube, нужно один или три рекламных ролика, который мы ставим на разную целевую аудиторию, вашу целевую аудиторию, в рекламу. То есть мы можем показать ваше видео по геолокации на определенный город или на всю страну, по интересам аудитории, может быть они только что купили дом, а вы проводите ремонт, также по сайтам, которые они посещают, по каналам или видеороликам, которые они смотрят. При использовании данной стратегии вам нужны постоянные вложения в рекламу, то есть постоянно нужен рекламный бюджет. То есть если вы не будете вкладывать видео, то и клиентов вы получать не будете. Вторая стратегия – это работа с блогерами, коллаборация, совместные видео, интеграции, прероллы-пост-роллы. Сейчас объясню, что это такое. Для реализации этой стратегии вам также в принципе не нужен канал на YouTube. Вы можете выбрать себе блогера, у которого уже есть, например, 100 тысяч подписчиков или 50 тысяч. И у него уже собрана аудитория, которой может быть интересен ваш продукт или услуга. То есть вы за деньги просто договариваетесь с этим блогером о том, чтобы он рассказал о вашем продукте. Или снимаете с ним совместное видео. И ставите ссылку под этим видеороликом для перехода на ваш сайт. Таким образом вы получаете целевую аудиторию. Но у этого способа развития тоже есть плюсы и минусы. Зачастую коллаборация с блогерами может быть достаточно дорогой. И не у всех хватает средств. Например, реклама на канале Трансформатора стоит 750 тысяч и более. Однако для увеличения охватов можно найти несколько дешевых блогеров. Очень часто они есть на биржах, таких как Epic Stars или Prolog. В принципе, рекомендую там зарегистрироваться и искать блогеров с нужной вам аудиторией. И третья стратегия, которую очень часто используем мы, это создание маркетинговой площадки, которая приводит в ваш бизнес клиентов 24 на 7. Что мы делаем, когда работаем по этой стратегии? Естественно, мы, во-первых, прописываем целевую аудиторию. Делаем анализ конкурентов, создаем семантическое ядро канала, чтобы он правильно и хорошо аранжировался. Мы проводим вам консультацию о том, на какие темы и как именно вам записать ролики. То есть для этого вам не нужно тратить много времени. Вы выбираете буквально 1-2 дня, записываете ролики на месяц вперед и ждете, пока они дадут свои результаты. Сюда же входит и внешнее оформление канала. Это шапка, зайдя на канал, по которой ваш потенциальный клиент сразу понимает, какую ценность и пользу он получит, если подпишется. Это превью значки, которые позволяют привлекать к вашим видео как можно больше людей. То есть если значок цепляющий, у него высокий CTR. Что такое CTR? Это когда клиент потенциальный, ваш зритель увидел ваше видео где-то в рекомендациях или в поиске, и значок зацепил его взгляд. Он нажимает на вашу картинку и начинает просматривать видео. Вот чем чаще при показе ваших видео нажимают на вашу картинку, тем выше CTR. Также к внешнему оформлению относится создание плейлистов и красивое, удобное, главное, оформление вашего канала по плейлистам, что способствует удержанию аудитории на канале. А это еще один очень важный показатель. То есть если зритель посмотрел ваше одно видео, потом второе, то YouTube в ближайшую неделю начинает рекомендовать ролики с вашего канала этому зрителю. Тем самым он просматривает третье, четвертое и пятое и в принципе становится постоянным зрителем, а в итоге и клиентом вашего бизнеса. В эту стратегию входит и техническая составляющая, то есть внутренняя оптимизация видеороликов по низкочастотным и среднечастотным ключевым запросам для выхода видео в топовые позиции Яндекса и Гугла, где уже горячая целевая аудитория ищет решение своих вопросов. И также мы оптимизируем видео для того, чтобы они попадали в рекомендуемые и на главную страницу к вашей целевой аудитории для получения бесплатного трафика. В этот момент мы создаем в видео систему перехода зрителя в потенциального клиента с помощью подсказок и конечных заставок, а также призывов к действию. В эту третью стратегию, когда полностью создается маркетинговая площадка для привлечения потенциальной целевой аудитории, входят и две первых. Это настройка рекламных объявлений в Google AdWords для увеличения охватов, чтобы как можно больше людей узнали о ваших видеороликах. Это, конечно же, работа с блогерами в том числе. То есть здесь мы делаем подбор и оцениваем заранее эффективность коллаборации с тем или иным блогером. То есть придут ли оттуда вообще, в принципе, потенциальная аудитория на ваш канал, подписчики и будет ли какой-то результат в заявках. Все эти действия способствуют тому, чтобы вы получили как можно больше вашей тематики подписчиков, больше переходов на сайт и, конечно же, больше потенциальных клиентов. Для реализации этой стратегии мы используем исключительно белые методы продвижения. Это в том числе и работа с рассылкой, и с другими соцсетями, это проведение конкурсов и другие манипуляции, которые позволяют продвигать ваши видео и успешно развивать ваш бизнес через YouTube. Ну вот это, пожалуй, все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Если видео было полезно, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, потому что в следующих выпусках будет много чего полезного. Уже сейчас вы можете забрать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса через YouTube по ссылке, которую видите в ролике и в описании, и смотрите другие видео на моем канале. С вами была Юлия Измайлова. Пока!